Друзья, давайте попробуем снять еще один фильм Потому что сад достаточно большой А мне хочется, попросили меня познакомить со всем, что у меня есть? Давайте знакомиться Ну, не прошел мимо, это та самая лесная крышавица, которая стала химерой Мельче в 3-4 раза Потеряла краску, но самое главное Такое впечатление, что она стала еще слаще Но мы это проходили Сурицкая груша дикая Под этим нас там лежит еще несколько ведер Вот она уже, все растоптана, растоптана Вот она, видите? Вот она Ладно, посмотрели, никому не нужны гроши Хотя в России дефицит страшнейший Ну, давайте посмотрим, что-нибудь пореже Яблоня коричная Давайте полюбуемся на нее Вот она Вот она, вот она, вот размер яблок Посмотрите Вот это получше окрашено Вот так вот Вот она и есть Ей не повезло Здесь Огромные, не крупные Огромные вишни Вон они По самым небам Видите? Вот 70% 80 дня Тень Вот Кстати, сразу обратите внимание на Агротехнику Видите, как она наклонена Это она Пытается отодвинуться От тени От этой вишни Кстати, вот она вишня Вишни еще так много Что можно обеспечить всю Россию Косочками Сибирскими Достаточно вкусными Но Невероятно морозостойкими Крепкими Которые Хотя в Европе Она вся загибается В общем, видите Вишня надает Давит Она отодвигается Смотрите Еще яблоня Отодвигается От тени Еще яблоня Отодвигается Еще яблоня Отодвигается Это Чтоб вы знали Близко садить нельзя И хотя Эти Этому саду 40 лет Эти вишни Тоже 40 лет Кстати Урожайность Не снижается Вот видите Урожайность Не снижается Хотя Никто за ними Не ухаживает Не поливает И самое главное Не делает Искусственный Скелет Ну давайте Вернемся К нашим Яблоням Нет Давайте полюбуемся Не подумайте Что в этом саду Массовый мор И вот такая Огромная Мусорная куча Предназначенная Для Сжигания Это все Одна и та же Огромная вишня Вот такая же Только она росла В другом месте Вот Одна самая Старая Старшая И на ней уже Мало было Листьев и Малый урожай Делается Омоложение Я уже показывал Вон там Она росла И вот там Где Колодец Вон там Видите Тут дом И вот тут Перед оградой Возрождение Идет После ее Отпиливания Возрождается Молодняк Назовем это Омоложением То есть Еще раз говорю Это все Одна и та же Огромная вишня Которая Пришел Конец жизни При омоложении 95% Кроны Было уничтожено Мною Итак Следующее Находимся С бельферки Тайка Вот В принципе Они должны быть Очень крупные Вот Но Все-таки Такой Гигант Гигантизм Которым она Страдала И выдавалась За Огромные Я помню В журнале Ее преподносили Как чуть ли не Самая крупная В Советском Союзе Но у меня Она вышла Вот такая Сейчас покажу Вот Уже лежит Уже не знаю Как ее кушать Уже надоели Вот Но Тем не менее У кого-то Она еще только будет Полюбовались на нее Посмотрим Какой урожай Вот 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 Она Вот Она Вот Это остатки Урожая То что до сих пор Висит Она даже Становится Прозрачной Видите Она становится Прозрачной Почему Был первый Морозец Ночами Минусовой Температуры Именно В этот момент Она становится Наиболее Сладкая Вот Посмотрели Итак Это у нас Бельфер Китайка Мы будем Смотреть Практически Все подряд Например Ну это еще Одна Бельфер Китайка Вон там Пару Зеленых Яблочек Осталось Вот И пока Все Использую Я ее Да Использую Смотрите Я с нее беру Черенки На прививку Вот Вот Потом Если Аккуратно Правильно Обрежешь На прививку Вот видите Получается Такой побег Еще год Могу вас Снабжать Или два Вон какие Есть приросты Ух ты Сам не ожидал Мощные приросты Полтора метра Притом Естественно Ни разу Не палит Так Клянуть Богом Неудобрено Ничего Единственное Что им мешают Вот эти Огромные соседи Вот Со стороны Запада Со стороны Солнца И Это еще Одна причина Почему Она тянется К солнцу Вот Получаются Такие Длинные Голенастые Ветки До двух метров Ну что Мы еще Тут увидим Вот Вот Непрозванный Абрикос Почему У него Стамп Получился Он не должен Быть Вы же знаете Что противники Стампов Тем более Искусственных Никто Никто не Отрезал Ни одной Ветки Но так Как растет Практически В тени До Моя шея Аж до этого Уровня Она Голенастая Почему Вот отсюда Пошла Развилка То есть Ну уже Плодоносить Будет Уже Светочными Почками Она Вытянулась Вверх По необходимости Вот Возьмем Допустим Следующее Дерево Тут тоже Есть Прививку Хотя Естественно Я его Не делал Я противник Искусственных Штампов Вот так Получилось Так Кстати Ооо Пленка Не снята Это Я прививку Делал Вот Теперь Хорошо Заметил Следующее Дерево А все Подряд Показываю Это Жардель Первый Рожай Был Плодов Такой же Как у родителя Некрупные Хотя Это уже Сеянец Некрупные Немелкие Так Середина Наполовину Но Кушать Можно Учитывая Что Жардель Это С Херстанской Области Наверное Уже Это Достижение Потому Что Она Не думает Замерзать Видите Это У меня Тройка Рекордсменов Вот И вот Она Второе место Занимает В этой Тройке В этом году Привитая На Маньчжурский Абрикос В присутствии Телеканала Консультант Судовода Было С него Собрано Здесь С под него Здесь Ведер А Такое Псение Что Еще Не Собирали Потом Мы Собрали Второй Десяток Ведер Уже Бестерлини Третий Еще Оставалось Наверное Ведер Десять А может И двадцать То есть Видите Вот эти Ветки Вот они Великолепные Приросты Пусениц Но Еще раз Говорю Плоды 20 грамм Вкусные Если Снять Отрезать И снова На Маньчжурец А к Маньчжурцу Уже Приучин У меня Все Начиналось С одного Дерева Патриарха Значит У всех Маньчжурцев Кровь Одна и Та же Ну Хотя бы На половину Или Та же Самая Кровь И Можно Снова Добиваться Тех же Урожаем 20 30 Перед этим Урожаем Было 23 Ведра А тут Было 30 40 50 Вот И Все Это Есть В фильме Есть На Моих Фотографиях И Сам Фильмы Снимал И Телевидение Снимал На Моих Снимал Вот Вот Это Вот Это Меня Что Это Такое Это Не Привитое Дерево Это Маньчжурский Абрикос Я Я Хотел Дар Небес Абрикос Мячурец Дело Некоторое За 100 Грамм В Один Год Непонятно Необъяснимо Что Сделал Железа Я Все Таки Любопытен Страшно Я Взял Ветку С того Мичуринского На Которой Висели Эти Огромные Плоды 100 За 100 Грамм И Вот Теперь Она Перенесена Даже Не на Маньчжурский Абрикос Маньчжурский Вот тут Прививка Вот тут В самом Внизу Так Прививка Сделана На Вот Этого На Дар Небес На Второй Этаж Теперь Это Третий Этаж Представляете С каким Любопытством Я Жду Урожая 100 Будет Или Нет Вот Веточка Вот Она Посмотрите Сколько На ней Светущих Почек Господи Пошли Урожай Не Пропусти Урожай Потому Что После Этого Бешен Урожая Невиданного Невероятного Вот Хотя Весь Войсад Это сплошные рекорды Российские И даже СНГовские И даже Еще Шире Вот И все равно Это был Сверх Урожай А теперь Я жду Год-два Ненастья 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 Ну с чего Вдруг Природа Разродилась Таким Диким Урожаем И все равно А вдруг А хоть бы Пару Кладов Но 100 Граммовых А не 30-40 Как было Удастся Сохранить Эти 100 Граммовых Значит Светлительная Глядь Существует А А то все В железу По морде По морде По морде Ну пошли дальше Давайте Заглянем Сюда Вот это Вот молодой Ну кое-что пропускаю Вот таким деревьям Не везет Я ее не собирался Садить Вот Эту грушу Тут причина Другая Это бывшая Питомник Вот от него Осталась Одна груша Вторая Груша Третья Груша Четвертая Пятая Шестая Эти груши Не купили Вы скажете Что покупать Такую ерунду Нет Ребята Я сказал себе Мне Бог Запретил Покупать А их покупать Почему Посмотрите Какие прекрасные Приросты Видите Вот И это все Груши Космические Одна Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Да Они растут Так густо Между ними Где-то метр В среднем Так густо Что Некоторые Из них Жертвенные Я когда буду Отрезать Вот эти ветки Вам же На продажу Вот так Вот отрезать Вот они Приросты Метровые Так Вот приросты Посмотрите Какие прекрасные Третья